Как я отношусь к этому закону как абсолютно к бредовому и даже вредному? Не потому, что я против семейных ценностей традиционных, наоборот, я за эти традиционные семейные ценности, но когда принимают совершенно идиотские законы, которые не будут работать, они, во-первых, создают конфликт, а во-вторых, они сами же, эти законы, работают на популярность той темы, с которой борются. Потому что что такое пропаганда нетрадиционных семейных ценностей? Ну что это такое? Как это объяснить? Какими критериями это можно определить? Развод Путина. И когда все каналы показывают этот развод, это пропаганда нетрадиционных семейных ценностей? У нас что, развод это традиционные семейные ценности? Или как? Или, например, выступление члена партии «Единая Россия» Бориса Моисеева в соответствующем дресс-коде, с съемкой и участием в различных видеоклипах? Это является пропагандой нетрадиционных семейных ценностей или нет? Никто это не может определить. Поэтому это, на самом деле, закон пустышка, закон названия, закон абсолютно несодержательный, который ни к чему не приведет. Но все узнали о том, что есть у нас, оказывается, огромное количество геев после этого закона. Потому что, когда начинаешь запрещать, когда начинаешь с чем-то бороться, это становится очень популярным. Они на самом деле только популяризируют вот эти нетрадиционные семейные ценности. Поэтому я вообще в этой провокации не принимал никакого участия. И понимаю, что это сделано было специально для того, чтобы прикрыться большинством. 88% выступает против пропаганды. Значит, нужен такой закон, чтобы получить вот эту дешевую популярность. А всех, кто голосовал против или кто выступал против, выставить сторонниками нетрадиционных семейных ценностей, что абсолютно неправда. Но, тем не менее, наш зомбо-ящик может достучаться до этих граждан и им объяснить все, что угодно в любой интерпретации. Мы же прекрасно понимаем. То есть, когда падает популярность у единой России, она начинает эксплуатировать какие-то популярные темы. При этом это на самом деле вредит обществу. Это на самом деле только приводит к тому, что у нас все сторонники нетрадиционных семейных ценностей, они теперь объединились. Они мобилизованы, они теперь создают группы. Они теперь устраивают пикеты, устраивают митинги, подают заявки на гей-парады. И эта тема начинает просто вот уже сама по себе развиваться. И виноваты будут те, кто инициировали этот закон. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...